Недавно в одном из чатов наткнулась на обсуждение плагина для ретуши фоток Retouch Fumi. Мол, там искусственный интеллект, это вообще чисто магия, ретушер больше не нужен. Но оказалось, что это целое семейство недешевого софта. Решила потестить. Интересно же узнать, что за магия такая. Сегодня посмотрим, что может Retouch Fumi и нужен ли все-таки ретушер. Вообще, когда в первый раз попробовала, я прям в шоке была. Минута работы, а фотка выглядит так, как будто ретушер пару часов возился. Особенно впечатляет, если посмотреть все, что там софт почистил. Руками такое делать долго. Но давайте с самого начала расскажу, как все это работает. В линейке Retouch Fumi сейчас 6 плагинов. Я решила для начала взять 3. Базовый комплект для обработки кожи. Heal, Todgen Burn и портретный объем. Есть еще плагин, который чистит глаза, чистит фон и доводит до идеала скин-тон. Но это уже отдельная тема. Лайкайте, пишите комментарии, делитесь роликом. Поддержите это видео, если хотите увидеть видео по другим плагинам. А то там каждый нужно покупать отдельно. Кстати, разработка российская. Поэтому, как это часто бывает, на русскоязычной версии сайта цена отличается в более приятную сторону. После покупки вы получаете плагин для фотошопа и самостоятельное приложение. Плагин удобен для пакетной обработки или если вы планируете что-то потом делать с фотками в фотошопе. А по-быстрому прогнать пару фоток после Capture One удобно в приложении. Чтобы показать, как работает плагин, я попросила у парочки моих любимых фотографов, Артема Попкова и Антона Забельского, прислать мне несколько портретных фотографий. Давайте закинем их в Retouch Fumi и посмотрим, как тут все работает. Для начала в Heal. Просто перетаскиваем фотку на окошко плагина и ждем. Обработка занимает некоторое время. На M1 iMac, например, секунд 5-10. На этом этапе вы можете выбрать стандартную обработку или поставить галочку на высоком разрешении. Если у вас общие планы, где лицо занимает небольшую часть кадра, то имеет смысл поставить галочку и обрабатывать изображение в полном разрешении. Если у вас крупный план, то обычная обработка, скорее всего, даст результат лучше. Будет искать более крупные дефекты для коррекции. Плагин сам найден где, что на фотке. Обработает все, что посчитает кожа и уберет все, что посчитает дефектами. Дальше вы видите результат работы плагина. Смотрите, как много всего он почистил. Здесь вы можете сравнить до и после, посмотреть, что именно убрал плагин и при необходимости настроить чувствительность. В целом или точечно убрать какие-то коррекции. А вот что-то добавить нельзя. Что плагин дефектом не посчитал, то останется как есть. Убирать придется вручную в другом софте. Ну и, наконец, вы можете сохранить результат работы. Как файл, если работали с приложением. Или отдать его обратно в фотошоп. Как целый слой с изображением или как слой только с коррекциями. С плагином Dodgen Burn такая же история. Закидываете фотку и ждете. Этот плагин выравнивает цвет кожи, разглаживает ее и убирает пятна. При этом он, конечно, снижает контраст и немножко убирает объем. Но это не страшно, потом вернем. Хилы Dodgen Burn можно совмещать, а можно использовать только один или другой. Dodgen Burn тоже почистит кожу, но сохранит при этом родинки. Они будут просто меньше выделяться. Результат работы можно экспортировать, опять же, как файл. Как слой с готовой картинкой или как слой коррекции для наложения через софт-плайт. Если хотите дальше с ним работать. Ну и последний плагин это портретный объем. Именно тут основная магия. И там, где хилл скорее просто сэкономит время, портретный объем сделает за вас уже более сложную работу. По сути, это тот же Dodgen Burn, только уже не выравнивающий, а добавляющий контраст. Но не везде, а только по делу. Плагин, опять же, сам найдет, где тут кожа, где лицо и добавит контраст туда, где он реально нужен. Иногда немножко достается и фону, но ничего странного о плагине дело. А если что, все лишнее можно почистить в самом плагине или потом в фотошопе. На выходе после обработки картинка или софт-лайт слой с коррекцией. В общем, быстро, круто, красиво и реально как магия. Но ретушеры, расслабьтесь, есть у софта и ограничения. Владельцам слабых компов придется ставить пакетную обработку на ночь. Там, где M1 Mac справляется за 30-60 секунд, более старым компьютером может потребоваться по 2-3 минуты на одну фотку. Плюс далеко не во всех ситуациях софт срабатывает идеально. Иногда родинки, веснушки и блески может массово убрать, а иногда, наоборот, крупные явные проблемы может упустить. В ситуации с жестким светом, с боковым светом, высоким контрастом у плагина в пакете, скорее всего, будут проблемы. Но что точно эти плагины не смогут, так это заменить вам крутого живого ретушера для хай-энд ретуши. Прыщики, контраст, это хорошо, но волосы вам плагин не уложит, черты лица и фигуру не поправят, одежду не разгладят. Если хил и доджинберн это только начальный этап, малая часть серии ретуши смысла в плагинах пока не очень много. Короче, чтобы реально круто, это все еще к человеку. А вот какие-то базовые шаблоны и рутинные вещи ретачами закроют. Поэтому, мне кажется, ретач УМИ будет особенно интересен двум группам людей. Первое – это фотографы, которые хотят чуть-чуть поднять качество фото на съемках, где бюджета на хай-энд ретач нет. Это потоковые съемки, ТФП, контент-блогера и так далее. Быстренько отснял, скормил плагину фоток и готово. Отдал с базовой, но добротной ретушью, не тратя время и деньги. Второе – ретушеры, которые заняты не в сложных фэшн-съемках, а пашут, обрабатывая большие потоки материала. Вы можете сэкономить себе массу времени, автоматизируя часть рутинной работы. Будете начинать ретушь не с нуля, а с частично готового результата, к которому добавите пластику, цветокор и мелкие детали. Думаю, у вас плагины очень быстро окупятся, просто экономя рабочее время. А вот ретушерам, которые не могут выдать результат лучше, чем этот плагин, стоит задуматься о другой работе или потратить время на более глубокое обучение. Вообще, это много где так. Технологии упрощают все настолько, что спрос на посредственных, но дешевых специалистов просто исчезает. Когда у каждого есть смартфон, никому не нужен плохой фотограф. В принципе, по большому счету сейчас фотограф может быть или хорошим, и дорогим, или никаким. И так же будет с ретушью. Не знаю, мне интересно ничего не делать. Вот типа это мое хобби. Я очень люблю ничего не делать. Я прям чувствую себя очень хорошо, когда мне не надо ничего делать. Спасибо.